Несколько недель назад, по официальным каналам, Штаты предупредили Москву о подготовке теракта, при этом дали максимально возможные уточнения по характеру теракта и даже уточнили, что состоится он на каком-то массовом мероприятии типа концерта. Мало того, своим гражданам и персоналу посольства США строго запретили посещать подобные мероприятия, а вероятность события американцы квалифицировали как неизбежную. В частности, человек, знакомый с данными разведки США о подготовке теракта в России, сказал Reuters, что они основаны на перехвате разговоров между боевиками ИГИЛ-К и в соответствии со своей политикой США, если у них появляется обоснованная информация, обязаны предупреждать другие страны о терактах. То есть, несмотря на отвращение к людоедам и режиму Путина, Штаты выдали максимум информации для того, чтобы соответствующие службы могли провести мероприятия, направленные на предотвращение такого события. Но, как известно, две недели спустя и за три дня до теракта, Путин назвал эти предупреждения откровенным шантажом и провокационными заявлениями, нацеленными на запугивание и дестабилизацию общества. Уже этого было бы достаточно для того, чтобы сегодня засыпать фюрера поздравлениями с профессиональным праздником и его пропагандистам пришлось бы приложить немалые усилия для того, чтобы в очередной раз доказать, что Путин не пуйло. Понятно, что собственное стадо схавало эти неуклюжие маневры с легкостью и удовольствием. Но, как это бывает с тупой ложью, вылазит какая-то деталь, которая рушит и заявление самого фюрера, и всю операцию прикрытия, которые пытались вытащить царя из глупейшего положения. Но вот выясняется, что еще в январе Москву предупредила подготовки теракта и именно в исполнении ИГИЛКа ее союзник Тегеран. Дело в том, что та же самая организация устроила крупный теракт в Иране, и в связи с этим там были арестованы 35 фигурантов, так или иначе связанные с ИГИЛКа. Во время допросов и всплыла информация о том, что идет подготовка теракта в Москве. Правда, в отличие от американской, информация из Ирана была менее конкретной. Повторно предупреждение из Ирана пришло за несколько дней до теракта и вот в этом случае уже никак не отмахнуться в стиле провокация или шантаж, ведь это сообщил союзник, а не противник. В общем, Путин в очередной раз обкакался, спустив в унитаз сотни своих холопов и развесив отборные лапши на уши своей зомби-публике. Вообще, все указывает на то, что внутренние сношения на болотах, а точнее плотное и активное взаимодействие жабы и гадюки, коими является Министерство Шойгу и ФСБ, выходят на новый уровень. Понятно, что всего пейзажа увидеть не удастся, просто потому что там сейчас уже слишком переплетенные сюжеты, но по некоторым сопутствующим моментам это все же заметно. В частности, это можно заметить по количеству сюжетов, уходящих в прессу, которые раньше цензура не пропустила бы ни под каким предлогом. Более того, некоторые сюжеты динамично развиваются, хотя по законам жанра даже вброс в прессу такой темы был бы натуральным ЧП и ее постарались бы закидать новыми информационными поводами, чтобы побыстрее отправить опасную тему в тень. Сейчас же это напоминает не просто воткнутый клинок, именно такие моменты и указывают на то, что жаба и гадюка сейчас отчаянно имеют в виду друг друга, отбросив былую осторожность и дозированность. Иран предупреждал российские спецслужбы о том, что в Москве готовится масштабный теракт. Но кроме общего значения этой новости, которая просто вышибает из-под ног лысого суслика информационную табуретку, есть и мелкие детали, которые имеют намного большую ценность для тех, кто наблюдает этот матч между представителями земноводных и присмыкающихся. Дело в том, что иранское предупреждение имеет определенную форму, с которой ничего не поделаешь в плане заматывания темы. Дело в том, что там указан источник получения информации, а именно задержанные пособники движения ИГИЛ-К, устроившего теракт в Иране, который выкосил несколько десятков сотрудников КСИР. То есть информация была получена от лиц, связанных с той же самой террористической организацией, которая взяла на себя ответственность за теракт в Москве. Но еще более важным является то, что иранцы тут же, еще в январе, направили в Москву информацию, что движение готовит какой-то крупный теракт. И вот все эти детали стали известны публике всего пару дней назад. С января она лежала, ожидая своего времени и только сейчас была запущена в дело, когда на основании оперативной комбинации ФСБ Путин лично выступил перед прессой за несколько дней до теракта и сказал о том, что предупреждение США – провокация. То есть комбинация конторы выставила пуйла лжецом перед всем миром. Это не первый вариант подобного плана. Путин лично рассказывал о том, что приказал найти Баширова и Петрова и что те – никакие не диверсанты, а спортсмены-поломники. Только здесь полторы сотни трупов и сгоревшая недвижимость. А потому на фоне этого события неуклюжая ложь Лысого выглядит особенно циничной и тупой. Очевидно, что слив иранской темы оказался жестким ходом, который уже не просто опускает ФСБ, но делает это через подставу Путина. Ведь очень сомнительно, что Утырок сам придумал себе речь для обвинения штатов в провокации. Ее готовили конторские, потом вычитывал Кирьянка или кто там курирует именно такого рода заявления. И вот оказалось, что иранская тема показывает, что все те специалисты, которые формулировали заявление фюрера, оказались тупыми ублюдками, которым надо было просто молчать, не подставляя под удар царя. Но в данном случае главным здесь является сочетание двух факторов. Иранская тема была таки слита, хотя цензура не должна была ее пропустить ни в коем случае. И второй, она была слита после речи Путина о провокации и после кучи его речей об украинском следе и окне на границе. Иранский фактор все это смешивает с Г. Г. На самом деле это просто чудовищный сил и сигнал, который послан не стаду, а людям с деньгами и положением. Им показано то, что контора не может адекватно реагировать на объективные угрозы и выродилась в обыкновенного вертухая, который додалбывается без причины. Мало того, деградация зашла настолько далеко, что они своего Путина теперь выставляют дураком. Хотя, если бы он не лез со своими заявлениями на публику, ничего бы и не было. А это уже отсутствие аналитики и прогнозирования, что в любой спецслужбе должно работать как часы. Хуже того, в их информационное пространство попало и обещание ИГИЛ ликвидировать лично Путина. После такого заявления должны были последовать какие-то операции в Афганистане или где он базируется, а в ответ ловят и мордуют таджиков, которые никак не тянут на матерых террористов. Вся эта конструкция просто обязана была качнуть маятник в другую сторону и конторские должны были навалить Гэ на ведомство Шойгу и ответ оказался примерно такого же плана. В прессу пошло то, что раньше было бы перехвачено еще на дальних подступах и забито цензурой до состояния полной тишины. Мы специально не комментировали это событие, произошедшее еще в субботу, дожидаясь момента, когда и если это попадет именно в их СМИ. И вот вчера оно попало, минуя плотные фильтры конторской цензуры. Речь идет о самой крупной за время широкомасштабного вторжения механизированной атаке на фронте. В общем, если не погружаться в их рассуждения, а просто взять текст, которым они описывают это событие, то и этого уже достаточно для понимания того, как были намеренно отключены цензурные фильтры. По информации журналистов, в минувшую субботу, 30 марта, РФ хотела прорвать украинские позиции в районе Авдеевки с помощью 36 танков и 12 БМП. Сражение развернулось вдоль дороги от оккупированного российской армии села Тоненьково до контролируемого ВСУ населенного пункта Уманское. 25-я бригада вооруженных сил Украины заметила большую колонну из 48 машин и нанесла по ней удар. В результате РФ потеряла 12 танков и 8 БМП. Раша Благосфера просто визжит от этого вопиющего факта, а на их фуражки несутся килотонны помета. Кстати, большая часть наших обозревателей включилась в эту волну и выступила в той же тональности, мол, ничему не научились и двигались колонной, которую ВСУ разобрали более чем на треть. На самом же деле все это выглядит несколько иначе и, скорее всего, имеет прямое отношение к описываемому сюжету. Дело в том, что важным было само принятие решения об атаке таким количеством брони. Такие решения не принимаются на ровном месте и командование расистских выродков имело конкретное представление о том, что именно эта бронегруппа должна была сделать на данном конкретном участке фронта. Согласимся, даже собрать столько брони в одном месте в современных боевых условиях – очень рисковое дело. И если такое решение было принято, то это говорит о том, что враг имел на то все основания, в первую очередь данные разведки, а само наступление готовилось не один день. Проще говоря, агрессор оперировал какой-то крайне искаженной картиной о том, что против него стоит на участке будущего прорыва. И, как теперь понятно, данные у него были не просто ложные, а сформированные таким образом, чтобы вынудить его действовать максимально рискованно и, что называется, подставиться под огонь. Ясно, что наши военные готовили ловушку, вынуждая поверить в данные, которые говорят о том, что тут можно осуществить прорыв фронта настолько крупными силами. Но, как известно, подобного масштаба операция готовится не только по данным собственной разведки, но и обеспечивается действиями контрразведки, чтобы не опереться на ложные данные. А кто у них контрразведка? Правильно! В данном случае она либо показала свой низкий профессионализм, либо просто умыла руки, чтобы сапоги наломали дров собственными силами, и они их наломали. Та, что мы наблюдали на многочисленных видео, вряд ли можно назвать атакой-колонной. Скорее всего, противник двигался к рубежу атаки, который находился дальше и до которого он так и не дошел. А пока он не развернулся в атакующие порядки и движется к месту, где он это планировал делать, он и будет идти колонной. Другое дело, какая плотность колонны будет в данном случае, но если он планировал сработать на скорости, то колонна будет плотной и двигаться будет быстро, след в след, что и наблюдалось на самом деле. То есть, когда конторские многие наши говорят о том, что лапти ничему не учатся и тупо бычатся колонной, скорее всего, это ни о чем. И более того, такая подача информации оставляет за бортом явно большую работу ВСУ, которые тщательно готовили грандиозную ловушку. А это несправедливо по отношению к нашим военным. Ведь, как показал дальнейший ход событий, мрази получили комбинированное поражение минированием, противотанковыми средствами, дронами и артиллерией. То есть, их ждали в это время и в этом месте. А то, как они двигались, говорит о том, что дорога считалась разведанной и безопасной, так как по ней двигались все уверенно и быстро. И раз там оказались мины, то это означает, что поставили их прямо накануне наступления, что в условиях плотной работы дронов можно считать отдельным подвигом. Вообщем, колонна попала под раздачу не в момент, когда она развернулась в атакующие порядки, а на марше во время движения по безопасному маршруту. Тут вообще вряд ли можно говорить о том, что враг ничему не учится. Даже наоборот, если он все же смог отвезти оттуда чуть более половины своей техники, говорит об обратном. Если бы он замешкался, то вся колонна оказалась бы сожженной. А что касается работы наших военных, как в плане обустройства засады, так и ведения огня, когда противник таки оказался в зоне досягаемости средств поражения, то тут можно говорить о том, что даже в условиях жесточайшего лимитирования боеприпасов наши военные находят варианты, как бить оккупанта таким образом, чтобы он еле гусеницы уносил. Собственно говоря, такой разгром не мог попасть в их прессу в принципе. Тема должна была поболтаться в среде их военкоров и тихонько сойти на нет. Но ничего подобного, она засветилась на публике, и там поднялся вой в плане того, что тупые сапоги гробят людей и технику. А это не что иное, как обратный ход гадюки в ответ на выпад жабы с иранским предупреждением. И, в общем, во всей этой истории радует то, что градус этого взаимодействия постоянно растет и это дает определенные возможности. Но вернемся к танковому разгрому. Противник решил устроить что-то вроде недокормленной Курской дуги и бросил в прорыв почти 50 бронированных машин, причем из них более трех десятков танков Т-90. В связи с этим вспоминаются слова Путина, который об этом танке сказал, что он лучший в мире и что только он выходит на позицию – все. Тогда он не смог описать ситуацию, при которой на позицию выходит не один танк Т-90, а сразу 36, как в этот раз. Можно предположить, что на камеру он просто не решился заменить слово «все» каким-то матюком, а, может быть, побоялся сбиться со счета, произнося слово «все» 36 раз. Тем не менее, даже то, что Акурок не решился сказать или намеренно утаил, проявилось на практике. Как известно, наши военные размотали бронегруппу, так что эта самая «Курская дуга» может получить свое собственное имя «Тоненькая дуга» по имени населенного пункта, у которого все и произошло. В общем, как справедливо утверждал Путин, 12 из 36 танков Т-90 вышли на позицию и «все». Причем не просто «все», а на совсем «все». Правда, 24 танка справедливо решили, что «не все пропало». На полной скорости они ломанулись обратно, между прочим, весело проезжая по своей пехоте, которая высыпала оглушенное из 12 подбитых БМП. Танки в бодром стиле проехались по своим штурмовикам, скрывшись в дыму и пыли. С другой стороны, пехоте нечего было болтаться на проезжей части, поскольку в правилах движения четко написано «не стой под стрелой». Там и сам Путин не считает подобное какой-то проблемой, вещая вот такое. Очевидно, что получая такие сообщения, Путин полагает, что у природы нет плохой погоды и потому нечего тут расстраиваться. Ну а мы вернулись к этому эпизоду совсем по другой причине. Сегодня Генштаб опубликовал сводку потерь противника и графа «Танки» радует своим приятным видом. Между прочим, после того самого разгрома под Тоненьким в сводке фигурировало сразу 29 уничтоженных танков, а это значит, что их неплохо покрошили еще где-то. Но именно этот случай интересен тем, что здесь покрошили вундервафельные машины, которые способны самостоятельно регулировать развал схождения и вообще являются последним словом в танкостроении, не считая парадно-выходную армату, которая специально создана для парадов и выходов. Прошлые юбилейные отметки мы уже снабжали какими-то сравнительными описаниями и здесь они тоже явно не помешают. Так, длина танка Т-90 как и Т-72 вместе с пушкой составляет 9530 мм или для круглого счета 10 м. Допустим, что танковая колонна должна иметь не менее 10 м дистанции между отдельными танками, хотя скорее больше, но опять же для ровного счета оставим 10. Итого. Колонна из уничтоженных танков лаптей имела бы длину 140 км, а такая структура уже хорошо заметна из космоса. Более того, из этих пикселей, за которые можно принять каждый танк, можно легко сложить цитату фразы Путина о том, что Т-90 выходит на позицию и все. Но там даже осталось место для анекдота про бабушку и дедушку. В связи с этим вполне можно предположить, что Путин не выйдет к той же публике и не пояснит, что именно пошло не так с самыми лучшими танками в мире, о превосходстве которых он так светосто рассказывал. Итого. 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 Итого.